МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Мамиралев Нурлан Кинженович. Я являюсь главным тренером национальной сборной Казахстана, женской национальной сборной. Также являюсь главным тренером города Алматы. И также являюсь тренером сборной Алматинской области. Растягиваться, растягиваться, хорошенько. Лапки, бой, бой, кисти, сколки. Все, быстрее, быстрее, Илья! Быстрее, быстрее, Ильюха! Спорт пришел уже, так сказать, с малых лет. Начинал с футбола. Затем уже в студенческие годы начали заниматься самбо. После самбо, после армии пришли, начал развиваться кикбоксинг. Начали заниматься кикбоксингом, боксом. В 90-е годы, первый, когда пошел UFC, тогда брать назывался, появилось джиу-джитсо. И братья Грейс выигрывали всех. И как бы к нам в Казахстан зашел джиу-джитсо, начали заниматься джиу-джитсо. И как бы уже прошли все виды спорта. И когда уже открылся МММ, как бы уже готовы к тренеру. МММ началась у нас развиваться с 13-го года. Официальный вид спорта зарегистрировали в Министерство спорта. И мы как бы сразу начали работать. Сначала как бы сборную города Алматы возглавлял я с 14-го года. Затем с 15-го начал присоединяться уже к сборной национальной. А уже официально с 18-го года являюсь главным тренером женской национальной сборной. Три-четыре кинули боковой. Три-четыре кинули боковой. Пошли. Работаем. Трудности какие всегда бывают. Нехватка, как всегда, средств. Как бы мы не олимпийский вид спорта. И как бы уделяется мало внимания. Тем более мы находимся хоть в самой южной столице, в городе Алматы, в большом мегаполисе. Но мы с 14-го года никогда нам не уделяли внимания ни управления спорта, ни как бы никто. Мы выживаем за счет спонсоров. Также большое спасибо нашему президенту федерации, Лиму Вадиму Викторовичу, который всегда старается хоть какими-то находить спонсоров, где-то, может, своими силами. Также вот этот вы зал, видите, это все. Он нам снимает, потому что у меня ребята занимаются все бесплатно, не на коммерческой основе. Ну и, конечно, сами знаете, поездки, это все оплачивается, получается за счет или президента находит деньги, или спонсоров находит. В основном вот эти трудности. А так в процессе тренировок трудности, в принципе, не бывает. Мотивирует нас больше, конечно, это дети. Как бы мы сами начинали, когда заниматься, мы занимались в наше время, допустим, единоборствами. Было, допустим, конец 70-х, начало 80-х готово, было под запретом. Это было каратэ, первый, который входил. За это нас, допустим, привлекали, ставили, допустим, на учет в милицию. Тренировок нас бывает даже к уголовной ответственности прививали. Мы занимались в подбалах, на стройках. А сейчас, как бы, время такое, что все, в принципе, есть. И, как бы, чтобы дети, многие, допустим, не болтались на улице, мы стараемся их привлечь, как бы, к спорту. Поэтому не каждый может стать олимпийским чемпионом по боксу, по борьбе, допустим, вольной, греко-римской или по другим видам, допустим. Поэтому многие ребята приходят к нам. Вы сами знаете, сейчас, тем более, популяризация идет, ММА во всем мире. И каждый, в основном, наш спорт приходит, дети из неблагополучных семей. Поэтому, как бы, для них мотивация, что они могут где-то на этом свое имя, также их заработать, улучшить свое материальное положение. Ну и мы стараемся этим помочь. Чтобы мы сами тоже выходцы из таких семей. Поэтому где-то вот так мотивируемся, стараемся. Постоянно, ножки идут, ножки работают. Если не прыгаете, ну, весь тяжести должны переносить. Ноги на ногу. Я горжусь больше своими ребятами, которые действительно хоть трудности есть. Вот, сами видите, небольшой зал. Многие ребята, допустим, смотрят, занимаются в красивых, шикарных залах, допустим. Но ребята не идут, они приходят сюда, занимаются. И как бы я ими горжусь, потому что каждый из них становится чемпионом. Каждый год мы всегда, наша команда, представители, вернее, нашей команды, ребята в любых категориях, допустим, возрастных, всегда приезжают в международные соревнования с медалями. В прошлом году, допустим, с города Алматы было у нас два чемпиона мира. Девочка стала чемпионкой мира в Албании. Также и парень стал чемпионом мира. Ну и другие ребята были, девочки, эти призеры, как мировых, так и азиатских соревнований. До конца, до конца, Димаш, вот-вот, дотаскивай его. Ага, правильно, сразу позицию берем. Заходим в план, четко, бамы, начните, начните, начните. Сейчас, допустим, Шафат Рахмонов идет, вы сами, наверное, на слуху у всех. Он один из сильнейших считается атлетов в мире, в UFC, да, в своем весе. Также выступает Сергей Морозов, также у нас и Жалгас выступает, Азат Максум, Асу Алмабаев. Девочка у нас есть, Агапова, да, Мария тоже, которая выступает, да, как бы это уже показатель, что с Казахстана, с такой маленькой стороны, в такой большой лиге выступает ребят. И сейчас, конечно, очень много ребят на подходе, ну, опять же, как мы сегодня говорим, это все зависит от финансирования наших ребят, если будут больше поддерживать. Также многих проблем с визой в Америку, вы сами знаете, тоже для многих проблема. Поэтому, как бы, как бы чемпионаты Казахстана, спасибо федерации, допустим, республиканской нашей ММИ, которая хоть даже тяжелые у нас времена, допустим, да, мы остались полтора года уже как без руководителя федерации, но в любом случае мы в прошлом году съездили на чемпионат мира, съездили в Сербию, где мы стали первыми по молодежной версии, 18-20 лет в мире первые стали, и вторыми стали среди взрослых. Потом также мы выступили в Албании, где мы тоже так же стали вторыми по молодежке, также стали вторыми мы по взрослым, хотя уже ребята все ездили за счет своих средств, как бы государство нам не помогало. В Азии мы были первыми в Бахрейне, поэтому как бы развитие в любом случае идет. Тренировочный процесс, конечно, улучшить много, можно всегда, это в первую очередь, это нужны хорошие залы, действительно, если мы возьмем, допустим, Америку, почему многие едут в Америку заниматься, да, или в Таиланд, потому что там очень хорошие залы, открываются залы такие как UFC Gym, там есть команды тренеров, допустим, много тренеров, не один там, два-три тренера, допустим, как у нас, допустим, в Казахстане, у них там, допустим, команда собирается, пять, шесть, семь человек, у них идет тренер специально по физподготовке, по боксу, по кикбоксингу, по борьбе, и как бы занимается небольшими группами, и в одном зале это может быть шесть, семь, восемь групп, поэтому многие ребята едут, и как бы у них видите, почему туда стараются наши ехать, потому что едут со всего мира сильные атлеты, это хороший спарринг, партнеры, что, конечно, нам не хватает в Казахстане, где-то в этом плане, наверное, а так, если по процессу тренировок, конечно, наши тренера не уступают в мастерстве, ни одному тренеру нет. Трехугольник пошли сделали, отсюда трехугольник сделали, отсюда сделали трехугольник, опять лишние накинул руки, все упражнения по тренеру буквально в окно 5 минут, нарабатываем, пошли. Занимайтесь спортом, это здоровый образ жизни, также я всегда говорю как молодому поколению, так и взрослому поколению, что спортом заниматься никогда не поздно, нужно просто решиться, пойти в любой спортзал, независимое это единоборство, плавание, легкая атлетика, чтобы просто наша нация, наши ребята, дети были здоровыми, красивыми, симпатичными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова